добрый день сегодня событий на небе достаточно много начнем с самого главного солнце перешло знак овен и продолжает движение в этом знаке овен это первый градус зодиака то есть начался новый цикл новый зодиакальный год там же в знаке овен находится сейчас уже в меркурий там же по-прежнему венера но венера движется в ретроградном движении ровно напротив солнца если немножко забегая вперед и сказать целом для всех знаков зодиака рекомендую быть аккуратными даже не быть аккуратными имейте виду что могут возникнуть перебои связанные с компьютерной связью с интернетом с мобильными телефонами и так солнце в знаке овен для овнов это принесет дополнительную силу дополнительную поддержку дополнительную нагрузку одновременно а 27 туда же перейдет луна то есть энергия у овнов будет вам бы справиться со всей этой энергией то есть наметьте себе сейчас какие-то течение месяца важные дела куда будет уходить много вашей энергии потому что ее будет избыток при этом ретроградное движение венеры говорит что будьте поаккуратнее со всякими партнерскими договоренностями то есть не все что вам будут обещать будет иметь и будет соответствовать правде знак телец но вот прям сегодня конкретного сегодня завтра бросается в глаза прежде всего напряженный аспект со стороны луны то есть немножко может у вас с эмоциями быть такая не лучшее положение но это буквально полтора дня и все закончится вашем знаке по-прежнему движется марс и этот самый масс приближается к белой луне которая вашем знаке белая луна это одна из лучших точек гороскопа пока те две планеты находятся в вашем знаке можете в принципе особо ни о чем не переживать белая луна своего рода она смягчает даже негативные аспекты если они возникают ну скажем может идти дождь но вы будете под хорошим зонтиком близнецы сегодня луна нарисует близнецам немеряное количество красивых личных сюжетов пока на будете типа водолею воспользуйтесь этим потому что уже с субботы с вечером эти сюжеты будут не настолько и позитивные то есть ваш эмоциональный фон немножко будет оставлять желать лучшего потом она перейдет в овен и опять все нормализуется но суббота воскресенье и си и часть понедельника постарайтесь быть немножко более терпимы к окружающему миру вам будет казаться что все вокруг тормозят и все действуют против вас словно сговорились нет все нормально просто луна не лучше для вас позиции далее знак рак но переход солнца в овен особо сильно раков не обрадует а с 27 и 28 числа раки вообще вот ни одного повода для радости не будет будет какой-то обратите внимание прям памяти 27 28 4 планеты напряженном к вам аспекте и туда же входит луна то есть закройтесь дома вот изолируйте себя от общества займитесь какими-то домашними делами при таком аспекте я бы рекомендовал раком заранее купить какую-то дешевую посуду чтобы побить не жалко было потому что напряжение будет расти в уж лучше пусть дешевая посуда побьется чем как-то иначе выразить свою агрессию знак лев раз два три четыре планетки в овне для львов просто замечательная позиция но венера немножко ретроградная немножко не в ту сторону идет то есть иногда вы будете не совсем правильно поступать с финансами но ничего страшного она скоро развернется и все выравняется мало того очень благоприятное время при меркурии в овне для какого-то пиара для какого-то ну заявить о себе сделать какое-то громкое заявление а 27 и 28 туда же входит луна то есть вы будете в центре какого-то большого праздника если ничего не намечается то возьмите себе сами устройте этот праздник знак дева наконец-то и меркурий и солнце ушло из оппозиции к знаку дев и жить девам сейчас стало значительно проще и они вдруг поняли что все-таки все прекрасно ну может быть субботу вечером и воскресенье когда луна перейдет в оппозицию немножко будет испорчено настроить настроение где-то там пищеварение не будет достаточно хорошо работает на это явление временное марс по-прежнему в хорошей для дев позиции то есть негатив у дев завершился позитив продолжает набирать обороты весы но вот как весы переживут эту неделю я вот даже и не знаю четыре планеты в оппозиции потом 28 еще и луна туда входит отправьте себя куда-нибудь на природу где есть вода море или река и вот просто посидите посмотрите на воду особенно 27 28 чтобы течение реки уносила ваши негативные эмоции потому что 27 28 но мягко говоря вам будет сложновато справиться вот с тем эмоциональным потоком который будет идти вашу сторону при этом это хорошее время вот эти два дня для того чтобы выбросить из жизни что-то что вы несете как чемодан без ручки то есть посмотрите в своем окружении дальше скорпион ну ничего радостного пока скорпионам сказать не могу пока марс находится в оппозиции как и прошлый позапрошлый раз рекомендую аккуратность осторожность никаких резких действий и не до не только действий но и резких заявлений никаких солнце вам уже перестало помогать но в принципе особо и не мешает но зато совсем скоро ретроградная венера снова переходит в рыбы и к вам вернуться какие-то финансы которые скажем вам кто-то должен никак не может вернуть то есть возврат каких-то долгов возврат чего-то потерянного вчера но это будет немножко попозже стрелец так же как и знак у лев обилие планет в овне это только зеленый свет стрельцам в любом направлении до этого у стрельцов была хорошая позиция но немножко мешали солнце с меркурием так вот они сейчас мало того что не мешают они еще и перешли на вашу сторону то есть можете объединиться со львами и устроить большой грандиозный праздник это конечно образно если говорить по сути то у вас сейчас будет много энергии и вы эту энергию сможете конструктивно использовать на что и как это вы уж сами решайте козерог вот переход всех этих планет в овен это видимо специально для того чтобы козерогом жизнь медом не казалось им в принципе на это этого не очень казалось но сейчас напряжение будет еще больше знаете как вот оно сжимается 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 так что еще немножко и вы станете бриллиантом но при этом хорошая позиция марса говорит что все вот это напряжение которое идет в сторону вашего знака есть позитивные пути реализации то есть у вас должна быть цель которой вы идете и тогда все вот это напряжение будет способствовать тому что способствует достижению каких-то результатов какой-то цели а без цели вас просто будет болтать со стороны в сторону причем цель желательно поскольку она именно в тельце совершенно четко и конкретно связанная с материальными планами водолеи ну вот обилие планет в овне для водолеев ну достаточно позитивно но вот марс находится не в самом лучшем для вас позиции поэтому вы сейчас можете строить планы вы сейчас можете проектировать но даже если все правильно выстроено то конкретные действия следует совершать более менее осторожно причем при смотреть если другие планеты то сейчас для вас будет более благоприятно не индивидуальная деятельность а что-то связано с коллективной благоприятно при позиции Юпитера скажем для водолеев делиться знаниями проводить какие-то семинары какие-то обучать то есть передавать накопленные знания и наконец рыбы ну Солнце с Меркурием ушло из вашего знака с одной стороны вроде как бы плохо но с другой стороны замечательно и хорошо меньше нагрузки на вас меньше ответственности то есть у вас сейчас началась такая более спокойная более уравновешенная жизнь а в субботу и воскресенье даже немножко в понедельник когда будет луна в вашем знаке что-то интересное может случиться у вас на тему личных отношений каких-то или просто каких-то приятных эмоций вот примерно такая картина то есть если сказать в целом для всех знаков Зодиака энергии будет много вот этот большой треугольник есть и судя по всему он еще долго не планирует распадаться вот поэтому расслабляться не следует при этом хорошее положение Марса для всех говорит что есть энергия и ей можно грамотно воспользоваться если у вас не будет цели то эта энергия будет нас разрушать если есть цель она будет давать нам энергию для достижения нашей цели до новых встреч а